Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Что ждет рудник в Абазе? Как правительство будет решать проблему растущего госдолга? И нужно ли сейчас приватизировать госкорпорации? Своим мнением по этим и другим актуальным вопросам глава республики Виктор Зимин поделился в эксклюзивном интервью нашей гостелерадиокомпании. Владельцы большегрузов в Хакасии не спешат к Платону, хотя до введения платы за проезд остаются считанные месяцы. У налоговой кризиса нет. За прошлый год служба собрала денег больше обычного. Какие планы на 16-й год и будет ли ужесточаться контроль за сбором налогов, расскажет гость программы, заместитель руководителя налоговой в Хакасии Юлия Капуцкая. Италия ждет хакасский балет. Ансамбль Кюнсузы, единственный из российских коллективов, приглашен на знаменитый карнавал Венеции. Правительство республики сделает все возможное для спасения рудника в Абазе. Но если цены на сырье будут падать и дальше, придется искать другие варианты. Это мнение глава региона озвучил в эксклюзивном интервью директору ГТРК Хакасия Ларисе Ефименко Михайловой. Сегодня мы представляем первую часть большой беседы, в которой Виктор Зимин также расскажет о том, что делать с госдолгом Хакасии и что нужно менять в правительстве для более эффективной его работы. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Добрый день. Спасибо вам большое, что вы дали согласие дать интервью зрителям государственной телерадиокомпании Хакасия. Ну и мне лично. Пожалуй, начнем. Виктор Михайлович, конечно, первый вопрос у меня был совсем иным, когда я шла сюда. Но вот возникла ситуация такая, что пришли некие вести из Абазы по поводу того, что все-таки вопрос о ликвидации Абаканского рудника. Компании Руда Хакасия все-таки решен, что якобы людям стали поступать уже уведомления соответствующие. Я бы хотела, чтобы вы как-то прокомментировали эту ситуацию, потому что все в вопросах таких больших. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, вопрос, наверное, абсолютно стоит не так. До меня пока такие вести не дошли, а я чуть знаю больше в этой ситуации. Естественно, я думаю, люди сами что-то чувствуют на, наверное, больше градусов, что происходит в экономике. А не то, что уведомления пришли. Уведомления там шли, сокращение шло планово в части оптимизации процессов, а не сокращение рудника или приостановки работы. Вопрос в другом, что сегодня цена на руду практически уже тысяча рублей. Если мы еще вчера говорили, дайте две тысячи рублей, и мы будем как-то жить, то сегодня, уже на сегодняшний день, тысяча тридцать семь или что-то такое, рублей за тонну. Ну, это просто в полтора раза ниже себестоимости предприятие терпит убытки. Терпя убытки, значит, руководитель готовит себя в тюрьму. Нельзя работать в убыток, называется. Есть такое понимание, да? Потому что нужно платить налоги, нужно платить заработную плату, нужно рассчитывать за электричество. Не делая этих шагов, мы не выплатим деньги тем, кто предоставляет услуги. Как Снежный Комп. Это Снежный Комп. Мы не рассчитали за электроэнергию, там тоже будут не выплачивать заработную плату. То есть, сам принцип, да, мы должны честно говорить, что происходит, мы все, что могли, делали весь период. И еще, все равно, у нас есть, все равно, надежда, что февраль-март может поменять ситуацию. Мы держим этот градус. Я опять встречался в Москве с партнерами. Я опять через полторы-две недели буду выезжать, опять проводить переговор, чтобы нас как-то поддержали. Но хотя бы вот этих непонятных два месяца, что происходит на мировых площадках? Нет цены. Ну, просто нет цены. Если мы раньше говорили, что мы имеем право возмутиться и попросить справедливую цену. Мы добились справедливой цены. Нас стали рассматривать в меру, как и другие рудники, которые поставляют руды сегодня. Могу сказать, просто ответственно, и Михаила в такой же позиции останавливается, приостанавливает. На кемеровские рудники. Вот-вот та же схема будет. Хотя они являются собственностью Евраза, но те тоже не могут выбыть тренд к тому, что будет приостановлена одна домна. Вот тысячу людей на улицу пойдут. Это вообще не шутки уже начинаются. В этой части никто там сейчас не рассматривает именно Хакасию или Абаканский рудник, только его сократить. Все ждем ситуации, что может быть февраль, март, ну крайний случай, апрель, будет прогноз, что будет повышение цены на металл, цены на руду. Тогда ситуация будет исправить. Мы ее удержим. Если ситуация будет продолжаться так, я тоже не смогу скомандовать руководству, сказать, держите ситуацию. На чем держать? На чем? На сотнях миллионов убытков. Это обман. Мы не сможем даже выплатить людям потом и компенсацию. Вот в чем самое страшное. Если мы перейдем этот рубикон, барьер, так называемый, точку невозврата в экономике, это будет пагубно. Мы не сможем выплатить и те суммы, которые человек должен получить по сокращению. Виктор Михайлович, спасибо за предельно откровенный ответ. Я ожидала, что, может быть, вы начнете успокаивать людей, но вы были весьма откровенны. Я думаю, это честнее и правильнее. Как есть ситуация такая. У меня встречный вопрос идет, может быть, на схожую тему. Он наверняка связан с предыдущим. Как вы относитесь к инициативе президента России Владимира Владимировича Путина по поводу приватизации госкорпораций, крупнейших госкорпораций? Это Роснефть, РЖД, это вам известная структура, вы больше полжизни, по-моему, отдали именно ей. Аэрофлот и так далее. В контексте того, что происходит сейчас в холдинге Евросруды, и в частности на Руде Хакасии, вот в этом контексте, как вот это предложение вы расцениваете, страха нет? Простой люд немного боится, что все отдадут сейчас в частные руки, куда это пойдет. Частнику судьба и социальная сфера неинтересны. Ну да, наверное, правильно сказали, что прежде всего человек, когда слышит слово приватизация, государство отдает активы в частные руки, а кто же будет соблюдать или выполнять социальные обязательства перед населением? Особенно нам всегда сопереживает об этом старшее поколение. Что с пенсиями, что с субсидиями разного рода, что с лекарствами. Пошло и поехало. Трезвый понимает, что главные источники где-то формируются именно в этих корпорациях. Но есть и вещи, такие, которые все-таки должны работать на экономику более, наверное, рационально. Мы знаем, что не везде эффективно пользуются этим ресурсом. А вообще речь идет о полной приватизации? Да нет, абсолютно нет. Наверное, все понимают, что у нас просто умница президент. Трезвый понимает, что это в руках его экономическая дубина, политическая дубина, экономическая. И прежде всего, наверное, еще и на международном уровне мы этим орудием пользуемся. Это его инструмент. И он не выпустит его до конца из рук, чтобы сегодня, я думаю, нельзя отдать газ полностью чьи-то руки. Да, и завтра президент не имеет шанса влиять на политической арене. Ну, сопряженная экономика с политикой. Мы третим, например, нефть отчасти. У нас есть часть частных компаний. Пожалуйста, работайте на этом рынке. Мы разрешили зайти и на газу, и на газе, и на нефть, и еще что-то. Но должны остаться и рычаги у государства, где мы можем получать сверхприбыли и закачивать их в социальную схему государства. В то же время, понимая, что мы можем больше получать прибыли, когда появится частный хозяин, конечно, это надо сделать. Ну, вот я бы в той части, которая касается приватизации, конечно, такие сферы отдал бы на рынок. Рынок отдавать те сферы, которые не влияют на безопасность страны. Отдавать надо. Однозначно. Виктор Михайлович, ну, например... Он не может быть до конца эффективным, распоряжаясь государственными, народными деньгами. Ну, вот на примере вашей компании РЖД, в которой вы посвятили большую часть, ну, огромную часть своей жизни. Вот давайте представим, она полностью в частных руках. Вот еще в прошлом году возникала проблема не только в Хакасии, но и по всей стране, да, передвижение тех же междугородных электричек, пригородных, да, электричек. Пригородных перевозок. И если бы не волевое решение президента, то есть мы бы до сих пор их не имели, да. Вот в данной ситуации отдали в частные руки. И что дальше? Она не в частных руках. Главный акционер все равно государства. Не отдали. Почему такая есть дисциплина? Слушается сразу президента, да. Ну, потому что есть основная доля, это государственная доля. То есть она остается? Остается. Остается. Ну, я думаю, даже вопрос не в пригородных перевозках, да. Это безопасность страны. Критерии, которые, по которым идет оценка в рамках безопасности этой отрасли, это самая важная отрасль. Перевозка войск, перевозка опасных грузов, дислокация, передислокация, и многое-многое, что и другое. И мы знаем даже, самое страшное, чего боялись западный блок, это ракеты, размещенные на железнодорожном ходу. А мы к ним возвращаемся. Конечно, это государство должно быть. И рычаги, я больше чем уверен, президент и верховный главнокомандующий для себя оставят. И у нас есть и Совет Безопасности, и министр обороны, которые видят, смотрят, следят за этими вещами. Ну, есть много там отраслей, которые могут выйти на рынок. Но главное, пути, движение, формирование идеологии должно остаться за государством. И там останется. Ну, а другие отрасли, нефтедобыча, газодобыча, конечно, должно быть в какой-то дифференциации поделено. И влияние, конечно, тоже государство надо оставить. Мы трезво с вами понимаем, кто нас защитит. Кто завтра защитит пенсии. Скорее, не бизнес, конечно. Да, не обижая никого. У бизнеса, ну, это каждая личная составляющая, о чем я там говорил, семья, вот личные амбиции. Прежде всего, он думает об этом, потом уже думает в какой-то мере о безопасности государства. Спасибо, Виктор Михайлович. Ну, давайте все-таки вернемся ближе к нашей любимой Хакасии. Второй год уже непростой. 16-й, говорят, ну, и, в общем-то, есть предпосылки к этому, что будет еще сложнее. Вот на что вы делаете ставку в работе в этом году именно в нашей республике? Может быть, какие-то конкретные отрасли, какие-то посылы у вас есть непосредственно для кабинета министров, но и вообще для жителей республики. Как нам жить в этом году? Посыл, наверное, вы отчасти слышали, что очень жесткий будет, да? Ну, это для тех людей, которые сегодня во власти, нужно работать гораздо эффективнее в таких ситуациях. Мы сами видим, что происходит в центральной власти. Мы видим, как формируется быстрое мнение общественности. Я тоже являюсь частью общественности. Правда, не надо разделять. Мы тоже на местах живем, как любого члена общества, имеем право суждения о тех или иных структурах. И я должен тоже быть честен и говорить. Я не очень доволен работой сегодня тоже федерального правительства. Ну, зачем нам такие было создавать долги? Ну, зачем вы нас держите в таких долгах? Мне непонятно это, как главе республики, как человеку. Вы сейчас долг в Хакасии, Виктор Михайлович. А я в Хакасии говорю. Это главная проблема сегодня для Хакасии. И не мы ее создавали в Хакасии. Я не хочу оправдания для себя искать там, да? Мы трезво понимаем, что мы формировали затратную часть, исходя из позиции центра. Вы смелый человек. Вы сейчас открыто критикуете федеральные власти. Нормально. Человек, я об этом и там заявляю, и просил, давайте эти шаги сделаем. Сегодня. Я знаю, что сложно. Очень сложно. Нет денег. Вроде нет денег совсем. Но мы сегодня такие деньги платим за проценты, за кредиты. Мы кредиты брали, не дырки зашивать свои. Мы брали, выполняли те установки, которые были с центра. И свои. Мы выполняли социальные обязательства перед населением. Мы их выполнили честно, как могли. Взяли кредиты, все закрыли, сделали. Случился кризис. Не поступили дополнительные ресурсы в бюджет. Мы, в свою очередь, республика Хакасия, какой бы тяжелый ни был, 15-й год, мы нарастили налоговую базу. Почти на миллиард добавили. Для нас это были грандиозные деньги. Но нам не хватает. Мы за три года потеряли почти 12 миллиардов. Каждый год мы на 6,5 миллиардов только за один год провалились. А нагрузки дополнительные на социальные обязательства поимели. Где их взять было? Конечно, взяли кредиты. А вообще нет вопроса о реструктуризации долга в федеральном уровне? Я об этом... Лариса, вот вы когда сказали, что я безумно смелый. Да при чем тут смелый? Это единственный выход. Ну давайте, мы предлагаем. Я думаю, что Хакасия единственная в этом ряду. Давайте разошьем все. Я думаю, вся страна в такой ситуации. Все. Сейчас уже больше 40 регионов под 100% идем. Но мы теряем. Мы теряем те деньги, которые могли бы вложить в развитие. Нужно решить это сразу. И не платить, и не выбрасывать эти деньги. И системно, для всех. Для всех. Но давайте приостановим. Мораторий наложим. Просто мораторий. Договоримся с банками. На три года говорим. Не вспоминаем об этих долгах. Все. Гарант государств. Я бы так поступил. Если банкам хотите помочь, дайте нам деньги, мы отдадим банкам. Мы отдадим долги. Закрыли. Процедура простая. Но расшивать надо историю. Дальше, понимаете, почему такая уже часть агрессии. Через полгода еще хуже будет. Просто хуже. Мы проедаем заработанные деньги. Так нельзя. Мы могли сегодня отдать их в экономику. Создать больше фермеров. Еще создать больше продукции. Выйти на рынки. Переработать ее. Рабочие места открыть. Мы можем в своей среде жить. Рубль не выпускать. Как мы всегда поняли закон. Надо главное не выпустить рубль из республики. По кругу пропустить. Рабочие, по-моему, свое управление об этом говорит. Вот это главное. В том плане, что мы должны создать другую экономику. Прямо другую сегодня. Виктор Михайлович, спасибо большое за эти ответы. Но вот у меня такой вопрос еще возник к вам. Вот присутствовала на последнем заседании правительства, либо первом в этом году. И вот вами было сделано такое заявление, что да, год сложный. Нужно всем, как говорится, собраться и работать вдвойне, в общем-то. Не потерпите вы там слезы, сопли, что называется. Может быть, таким простым языком сказать. И первое китайское предупреждение уже кое-кому сделано. Вот я, может быть, конечно, сверхлюбопытна. Но неужели есть кандидаты на вылет уже в этом кабинете министров? Либо на ротацию какую-то кадров? Не очень красиво руководителю заниматься тем, что он кого-то пугает. И в то же время пиарится перед населением, что, наверное, скоро кого-то уволю, что еще что-то. Плохо тот руководитель, который не может заставить другими методами работать в свою команду. Но приходит время, когда ты тоже должен быть честен с теми, кто тебя избрал. Если я вижу, что кто-то не тянет в этой ситуации, я должен принимать это решение. Как бы я не любил этого человека за прошлые заслуги. Ситуация складывается так, что в новых условиях человек по-другому работает. Он чего-то боится. А здесь еще эпизоды были, мы знаем, с чем связаны. Некоторые попали под уголовное преследование. И на фоне этого остальные просто в тормоз. Встали. Честные абсолютно люди. Но они боятся принимать решения. Неординарные решения. Не всегда, наверное, отвечающие букве закона, на первый взгляд. Но в чем и ценность есть руководителя. Ну не хочешь рисковать, уходи. Без риска не прорвемся. Мы должны находить сейчас такие пути решения. Неординарные. И только сильный руководитель способен рискнуть. А не закрываться тем, что у него есть ответственность перед супругой, еще кем-то. Наберись ответственности чуть выше. Вот здесь должно сработать, как раз, называется, амбиции. Вот тут амбицию, пожалуйста. Моя роль как руководителя, ну, наверное, где-то от счастья защитить. В этой части руководителя от поползновения иногда несправедливых требований к ним разных фискальных органов. Договориться. Попросить отсрочки на какой-то период. Ну дайте нам сейчас выполнить пункт. Мы потом, потому что иначе не выживем. Мы выживем. Жизнь поменялась. Вы видели, как сложность стала. За два года абсолютно другой. Нет кредитов, нет ресурсов, нет инвестиций. Много чего. Нет, 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 нет. Мы должны найти пути, чтобы... Ну, во всяком случае, Хакасии надо искать. Это процесс. Это экономика, это политика. Если ты не готов к этому, не мучай народ. Я считаю, это справедливо. В той части, да, возможно, я думаю, по февралью будут приняты решения. Спасибо вам огромное, Виктор Михайлович, за это интервью. Я очень рада была с вами очередной раз пообщаться. В очередной раз надеюсь, что это войдет в практику. Мы будем регулярно видеться и давать нашим зрителям возможность слышать вас. Спасибо за честный вопрос. В эфире «Вести Хакасия», события недели, и мы продолжаем. Владельцы большегрузов не спешат регистрироваться в системе «Платон». Напомню, ее ввели для сбора платы за проезд по федеральным трассам. В Хакасии это дорога М54 на Красноярск и Кызыл. Как идет регистрация в системе и с какими приборами должны ездить водители, готовы ли они платить за проезд, эти вопросы изучил Виктор Лошников. Плата за тонны – это словосочетание и дало название системе платного проезда большегрузов по федеральным трассам. Во всяком случае, так утверждают разработчики Платона. В идеале практически все грузовики в паспорте технического средства, которых указана разрешенная максимальная масса более 12 тонн, обязаны платить государству за проезд одного километра федеральной трассы по полтора рубля. Это пока. С 1 марта тариф повышается практически вдвое. К примеру, если транспортная компания специализируется на перевозке коксующего угля из ТВ в Абакан, то за каждый рейс каждого большегруза с марта им придется отдавать около 3 тысяч рублей. Для бизнеса будет очень накладно. Поэтому компания хотя и получила бортовые устройства, но ставить их на машины не спешит. Такое простое устройство крепится на каждую единицу автотранспорта. Откуда идут показания о километраже, пишется путь следования автотранспорта. Устройство работает по принципу спутникового маячка, позволяет системе фиксировать передвижение грузовиков, как это делают и сами владельцы транспортной компании. Но они смотрят, не сошел ли водитель с маршрута и с какой скоростью он передвигается. Платон, кроме этого, будет брать деньги за проезд. За неполных три месяца по стране собрано около 3 миллиардов рублей. Доля Хакасии неизвестна. Не озвучивают представители фирмы число зарегистрированных автомобилей. Хотя большинство крупных компаний с автопарком большегрузов такую процедуру прошли еще в сентябре. Делают заявку в личном кабинете. Мы отслеживаем эту заявку. Заказываем, бортовое устройство изготавливают под конкретного пользователя. Приходят к нам, и мы выдаем. Выдали 267 штук бортовых устройств в Хакасии. Это капля в море общего числа большегрузов. По данным ГИБДД, их в республике 6300. Либо остальные перевозчики пользуются для оплаты такими вот маршрутными картами, либо ездят на свой страх и риск без оплаты. Всем памятные акции дальнобойщиков, но к отмене Платона протесты не привели. Хотя немного и ослабили режим применения новой системы оплаты. Рядовых же потребителей волнует прежде всего, не отразится ли рост транспортных затрат на ценниках в магазинах. Процентов на 30 точно выросли. Продукты-то возят по всей России. Если у них цены за перевозку растут, цены непосредственно растут в магазинах также. На сегодня, по общефедеральным данным, в Платоне зарегистрировались 650 тысяч грузовиков. Из общего парка в 2 миллиона. График поступления платежей также пока отстает от желаемого сбора в 40 миллиардов рублей за год. Но власти уверены, что система будет набирать обороты. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Взимание сборов с населения – одна из главных функций государства. Ведь казну надо чем-то пополнять. Налоговая служба Хакасия информирует. Несмотря на кризис, налогов за прошлый год собрано не меньше, да и предприниматели не спешат ликвидироваться. Их тоже становится больше. Будет ли государство ужесточать контроль за сбором денег? И как кризис корректирует эти планы? Расскажет заместитель руководителя управления налоговой службы в Хакасии Юлия Капуцкая. Здравствуйте, Юлия Валерьевна. Добрый день. Итак, расскажите, как отразилась экономическая ситуация в целом, да, сейчас в стране непростая экономическая ситуация, на собираемости налогов у нас в республике по итогам прошлого года. Вот правда ли, что налогов стало меньше, и поэтому у нас и снижаются доходы казны? Ну, несмотря на кризис в экономике, налоговым органам республики Хакасия удалось сохранить темп роста поступлений как в целом в консолидированный бюджет Российской Федерации, так и по федеральному бюджету и в консолидированный бюджет республики Хакасия. Например, темп роста поступлений в федеральный бюджет у нас составил 11%, федеральный бюджет 16%, консолидированный бюджет республики Хакасия порядка 10%. То есть вы даже с ростом собрали? Да, да. А как изменяются отчисления наших крупных налогоплательщиков, которые страдают от цен на мировых рынках? Как они говорят, что цены на сырье у нас снижаются, и в общем их ситуация тоже сейчас незавидная. Платят они так же? Ну вот если говорить об угольных предприятиях и предприятиях группы «Русал», то у нас в 2015 году по данным предприятиям рост поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия вырос на 26%. А в целом эти предприятия дают около 15% всех поступлений в бюджет Республики Хакасия. А вот малый и средний бизнес, он как-то пострадал в прошлом кризисном году? Ну, я бы не сказала, что пострадал малый и средний бизнес, поскольку мы наблюдаем тенденцию роста количества налогоплательщиков, которые применяют у нас специальные налоговые режимы, которых мы относим к малому бизнесу. Это те плательщики, которые применяют единый налог на вмененный доход, упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения. Вот поступления таких плательщиков у нас составляют около 6% в бюджете, доля поступления этих плательщиков. Ну просто вот идут разговоры, что налоги душат малый и средний бизнес, они, значит, закрываются, прекращают свою деятельность. Вы, по своим данным, как-то это видите у нас в республике? Ну, это не совсем так, поскольку в прошлом году законодательным органам Верховным Советом Республики Хакаси были приняты ряд законов, которые способствуют все-таки развитию малого бизнеса. Например, у нас было увеличено с 47 до 63 видов деятельности, то есть был увеличен перечень видов деятельности, по которым могут как раз применяться упрощенная система налогообложения и патентная система налогообложения. Дальше у нас проведена дифференциация стоимости патента в зависимости от муниципальных образований. То есть у нас теперь на территории муниципального образования, например, города Бакан, да, стоимость патента гораздо выше, чем в поселке Шира. То есть это как раз создает конкуренцию, да, и позволяет вот налогоплательщикам сельских поселений уплачивать налоги в более меньшем размере, чем городских. Ну и кроме того, у нас введены так называемые налоговые каникулы для плательщиков, которые впервые зарегистрированы и применяют упрощенную систему налогообложения. По определенным видам деятельности налоговая ставка устанавливается в размере 0%. То есть фактически они два года не платят упрощенную систему налогообложения. Это сельское хозяйство, это у нас образовательная деятельность и отдельные виды оказания услуг. То есть получается, по вашим данным, нет того, что люди снимаются с регистрации, закрывают свои предприятия, ИП и так далее? Нет, у нас напротив, как я уже сказала, рост количества плательщиков, которые занимаются малым бизнесом на 5%. В связи с тем, что у нас везде звучат мысли о том, что у нас сокращаются доходы бюджета, нужно экономить и так далее, будет ли государство как-то ужесточать контроль по сбору налогов? Потому что задача номер один сейчас повышать доходы бюджета, собирать больше налогов. Ну у нас, как и в прежние годы, и сейчас ничего не меняется. Наш контроль, он точечный и направлен только на тех плательщиков, которые имеют риски осуществления деятельности с нарушением законодательства. Хочу сказать, что у нас за последние 5 лет количество налоговых проверок снизилось на 25%. То есть мы сегодня на выездные налоговые проверки приходим к тем налогоплательщикам, которые работают с определенными рисками. И эти риски они прекрасно понимают. Сейчас вот наиболее таким распространенным риском является так называемое одробление бизнеса. Когда крупные предприятия с целью, чтобы не платить налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, создают несколько небольших предприятий, которые применяют специальные налоговые режимы, тем самым необоснованно уклоняются от уплаты налогов и ставят своей такой деятельностью в неравное, неконкурентоспособное положение иных налогоплательщиков. Вот с такими плательщиками мы, безусловно, будем работать. Мы будем приходить к ним на проверки и доначислять те налоги, которые они должны платить. Ну вот почему бизнес так поступает? Потому что все говорят о каких-то у нас очень суровых налогах. Но, насколько понимаю, у вас другое мнение, что у нас очень сбалансированная политика в этой области. Ну да, налоговая нагрузка у нас адекватная, в том числе и зарубежные страны. Поэтому нужно работать в тех условиях, которые сейчас существуют. И платить налоги нужно одинаково всем. Поэтому мы выбираем тех налогоплательщиков, которые почему-то считают, что они должны платить налогов меньше, чем платят все остальные. Вот 2015 оказывается был благоприятным в плане сбора налогов. А что ждать в 2016 году? Какие ваши прогнозы? Ну, в 2016 году мы ожидаем поступления на уровне 2015 года. Я думаю, что вот те все изменения в законодательстве, о которых я сегодня говорила, они как раз и позволят обеспечить справедливое налогообложение и выполнить налоговой службе те задачи, которые ставит перед ней государство в 2016 году. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Сегодня гости карнавала в Венеции увидят хай-балет «Алтын Кёк» «Золотая кукушка». Творение хореографов, танцоров и музыкантов на основе хакасского эпоса было представлено в Республиканской филармонии почти два года назад. Но настоящий фурор они произвели в прошлом году во время гастролей в Италии. Ее жители оказались в полном восторге от творчества ансамблей «Кюнсузы и Ульгер». Эти коллективы – единственные в России, кто получил приглашение на знаменитый карнавал. Перед их отъездом в Европу с артистами встретилась Наталья Чудина. Внимание солнечной страны к нашему коллективу не случайно. В мае прошлого года ансамбли «Кюнсузы и Ульгер» показали хакасский хай-балет «Алтын Кёк» «Золотая кукушка» на фестивале российского искусства в итальянском баре. Европейцы, для которых хакасская культура, настоящая экзотика, были в восторге. Самобытность традиций вкупе с профессионализмом танцоров привели столь искушенного зрителя в настоящий экстаз. Конечно, избалованная публика. Уж балетов там они всяких разных видели. И Мариинский театр, и Большой театр. Кто к ним долго не приезжал. Мы, конечно, совсем другие. Первые минуты нас пытались с кем-то сравнить и понять, как нас можно оценивать. Но потом, будучи вовлечены в действие, люди забывали вообще, что происходит. Настолько включались в действие и сопереживали, соучаствовали, в конце плакали. То есть это такое живое общение было. После майского триумфа итальянская сторона сама настояла на нынешней поездке. Даже несмотря на некие политические разногласия между Россией и Европой. «Алтынкёёк» – балет, основанный на хакасском эпосе. Главная героиня, превратившись в кукушку, помогает своему брату побороть злого демона подземного царства. А когда молодой человек, победив, погибает, отдает свое будущее потомство за его воскрешение. Сейчас артисты полностью погружены в репетиции. Они, кстати, проходят исключительно на хакасском языке. Только так, по словам руководителя коллектива Натальи Апуневич, которой самой пришлось выучить язык, можно понять народ, а значит и передать его мир зрителю. Особое место в постановке занимают костюмы и музыка. Все действие балета проходит под аккомпанемент хакасских национальных инструментов – чатхана, хомеса, хобрыха. А костюмы мастера создавали по историческим фотографиям, досконально повторив каждую деталь, мельчайший узор национальной одежды хакасов. Такие костюмы одевали на различные праздники. Они обрабатывались чеком, дорожками, которые, собственно, защищали. Вы всегда пришивались в круговую, между ними не найдете зазора. Они оберегали человека о том, чтобы под одежду не проникли злые духи. Работать в Венеции артисты будут три дня. В последний главный день карнавала – жирный вторник – запланирована не только уличная программа на площади Сан-Марко. Но и выступление в Театре Гальдоне – одном из старейших театров Европы. В том, что наших артистов ждет там только успех, уже никто не сомневается. Наталья Чудина, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. События недели. На этом наш выпуск завершен. Я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова